Бабушка доехала, все хорошо, спрашивала, первый вопрос от тебя Дмитриевна, она говорит, тебя кормят? Я говорю, конечно, Юлия Сергеевна очень растенечки, их нас жарила с чесночком, прям сказка, пельмешки ваши дай-дай, мы с огурчиком собираем, сейчас едем в полицию. Пошли, разобрались, нам сказали, что сколько, Юля, смотри, какая красота, Юля, уже с этим, да, я в том плане, что он уже сделан с этими, посмотри. Так сколько стоит, там не написано, вот, качпана была. Юлия Сергеевна, давление, да, Юля? Очень, очень, очень. Это магазин для мероприятий. Я влюблен в Камшуке немножко, но сейчас все подожрало. Кстати, знаете, что рассказывали за, сейчас подожди, рассказывали, что, что визы не делают, не знаю, вот сейчас, это я в ТикТоке тоже видела, рассказывали, что визы не делают, вот я только что сидела в кабинете, там, ну, документы, по крайней мере, собирают. Что я видела, говорили, что типа визы не делают, не врите, ну, что врать, вот, мы же ходили, сейчас посмотрим. И стоит по 50 с чем-то, да, вообще. Прикинь, да, вот, 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 вот. А мне писали в комментариях, мне писали в комментариях, я еще читала, думаю, что они мне пишут, за что. Слушай, достань вот это белое, что это за миленький, это крылья, если для детей, или это кофт, ага, это крылья. Отойди, сейчас на тебя упадет, будешь нервничать. Мама, а пусть дырак, очень мало, пожалуйста. Смотрел, что заказывал, по-моему, что сот лир, я слышала, да? А здесь, а мне писали, девчонки, молодцы, вы видите, писали, что вот эти вот фигнюшки, которые я на Амазоне покупала. Да. Под эти вот желтые трусы, которые я сделала, в камнях, да? Уже готовая шляпинца. Не, магазин крутой, уже приходит, все готово. Розовый лифчик. Смотри, вот, под две вот этих девчонки, которые, слышишь? Это маленькая, может, мне... Мама, это маленькая, можно мне большую? Розовая, розовая, конечно. С пушком, под розовые лифчики. Ну, сколько спроси, стоит. Камаш. Там написано поднизу, смотри, написано, вон, написано, что подними. 312. 312, ага. Пошли. В следующий раз возьмем. Сейчас есть чем заняться. Свечки с сердечком по 69,90. Большие свечи по 109. Ведь, кстати, это недоргая цена. Я что-то так... Мне что-то кажется, что в Турции дорогие свечи. Я не знаю, почему мне так что-то кажется. Белую? Да. Вот она лежит сверху очков. Ты же взяла. Вот, 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 вот. А то ее обделаем. У меня уже 3 кошечки маски. Ну, это надо красиво сделать. Оставь беленькую кошечку одну. Это котенок. То у тебя большие... То у тебя мама с папой, а это котенок. Нет, я его покрась. Ну, покрась такое, сделай нежненькое. Надо драться. А с кем вы возьми? Ну, бузи, какое маленькое. Что, надо какую-то бумажку скинуть. Мусорку сейчас где-нибудь. Мусорку сейчас где-нибудь. Золотая лестница. А, короче, сколько стоит? Цену сказали 15 штук. Потому что я в тот раз не продлевала. А это как заново получается, да, Юль? Это как заново получается. Потому что, мне же помните, было... Мне нужно было прийти, а я в Италии делала документы. И сейчас Юля говорит, из-за того, что заново, а ты плюс возраст, да, Юль? Из-за возраста еще, да? Суббота, наша страховка, да. Угу. Чем старше, тем понятно, какие-то цены и вообще. Может, какие-то... Там... Нет, я не хочу, спасибо. Вообще ничего. Нет. И Юля говорит, что, говорит, можно было бы самим, допустим, собрать документы. Но это на 500, допустим, лир, там, ой, на 5 штук, допустим, меньше. Она говорит, кто за этим будет? Так же ты сюда пришел, тебе все сделали. Ты через дорогу перешел. И Юля, сколько ты уже с ними работаешь? Всю жизнь знаешь. Она работала в Ябанжишубе. Я прям через нее и носили документы. И потом мы так и познакомились. Она начала мне говорить... Увидела документы, говорит, тебе что, типа столько лет? Я говорю, да. Она малая. Это чей ребенок? Я говорю, мой. Она, ты типа родила в этом? И потом начали другить. Я говорю, так ты тоже. Она выходит замуж. И говорю, так ты тоже, говорю. Она похудела, я ее не знала. Родишь, говорю, ты чего? Говорю, ты пьешь, а она нет. Я говорю, ну вот и все. Родишь, куда ты денешься? Говорю, самое главное, доносить. Ну, что люди, которые, если там нейтральный образ жизни ведут, то, конечно, слушай. Вот здесь же я хотела посмотреть камни. А может, ты спросишь деньги у мамы остались? О, как красиво. Кстати, я в своих сандалях под конец сезона выгуливаю. Наконец-то. Как-то пишут ласта. Ну, а что сделать здесь у меня ласта? Да, какие интересные. Пардон. Видишь, что я стою и стоит. Я вообще не понимаю вот этого. А это что? Плитка маленькая. Куда ее? Не, ну, красивая. Такое интересное все. Ну, тут камни нет. Камни нет? Камни нет, да. Пошли, Маш. Очень хмуро, сердито, все как-то темненько. Это щетки, наверное, или пока не вызывайся. Так, ну ладно. Остались? Ну, еще. Не надо. Все равно вам немного атмосферной переулка, улица. Кофеварка такая. Пески. А я раньше думал, что за песок? Думаю, наверное, кофе варят. Думаю, ставят в песок, чтобы оно грелось. Они оказались... Я же кофе не пью, поэтому я даже не видела ни разу, по-моему, сам процесс. Что они варят его в песку. Представляете? Шляпу Юля взяла белым. Классно. Уже готовая шляпа. Такой атмосферный вот щипит. Здесь снимали. Помните часть клипа? Дерево украшено камушками. Типа камушки от Сглана. Желтая лестница. Желтая лестница. Ваша любимая, мое любимое Килимарте. Желтая лестница. Обезьяныш, обезьяныш. Кофе, кофе. Я сколько здесь схожу, я ни одну витрину еще не разглядела так вот, чтобы встать и разглядеть. Но я здесь схожу, мне нравится, могу здесь ходить вечером. Я прямо иду, у меня прямо улыбка на лице, непроизвольно. София говорит, мама говорит, что ты там употребляешь, говорит, 40 килограмм, говорит, тебя что не кормят? Я говорю, здрасте, не кормят. Кормят. Это вот Юлин друг, постоянно мы здесь с Татьяной Дмитриевной сидели. Татьяна Дмитриевна специально для вас. Вот здесь вот клип снимали, вот там он сидел, главный герой клипа. Заказывали, Юля заказывает из других мест даже могут принести. Сколько вы уже тоже с ним долго дружите. Мне с Татьяной Дмитриевной тут сидим. Здесь и есть, и пить, и снимать клип. Юля может всегда оставлять чаевые, мы тоже с Татьяной Дмитриевной ему оставляли чаевые. Сейчас Юля рассажет и покажет, что это. Вчера Юля делала синенький с чесноком. Синенький чеснок и сметана. Очень вкусно. Сейчас раскрою. Конечно, котлеты не олениной, моя любимая еда. Это тоже вкусная. А это тоже, это одинаково. Она любит котлеты. И картошка-пюре мне нравится у нее. Пельмени Татьяна Дмитриевна, ваши доедаем, вас вспоминаю. Мне вот такой вот принесли еще нарез. Это сыр? Ой, это моя любимая еда. Что там? Сыр, перец. Это Максим Бондаренко. Нас Юля привезла в Москву. Мы жили в гостинице около... Там, где лошади скачут. Я не говорю. Нет. Где лошади скачут подробно, Зла. И он такой заходит. Но мы такого еще не видели тогда. Девяностое. Он заходит, а там, ну, уже, прикиньте, уже знали, что такое беде. И мы не могут понять, что там делать. И все такие, боже, дураки, сколько места занимают. Поставили эту раковину, ноги там помыть. Кто так сказал? Может, даже я была умная. Я не знаю. Кто это сказал? Беде. А Максим Бондаренко, привет тебе. Я знаю, что он нас смотрит. Юля, передай Максу привет. Вот, и он такой говорит. Так что делать с этой бедой? Воспоминания. Юность такая, чтобы было, чтобы вспомнить. Ну, котлеты, конечно, не как твои. Не, ну, это шпыльки, шпыльки. У тебя они сочные. А у меня будет сочные, ты будет, скажет, ага. Это там мясо мясо, не котлеты сухие. Супорка. Виталий тоже делает котлеты с петрушкой и с сыром. С сыром капоняшки. Если классно, то брать, то вниз, классно, и котлеты с петрушкой. Тысяча богов. на этом кили марки можно жить уходить с утра и возвращаться вечером просто ты ходишь это отдельный это город в городе это для меня просто на по телефону разговор здесь такие это вообще посмотрите в какой позе просто но вот это это вообще один это но все и они дремлят малые такие прям у моей здесь и там на подушке кормом потому что здесь подкормка стоит а вот один на подушке правильно нефиг на земле юля ты посмотри на вот это прям семья целая красивые это закончилась а вот этот вот праздник праздник был лето за неделя нечисто что они убрали убирают всегда какой худой рыжий рыжий это все она красивая ложна красиво ой юля смотри сейчас они сейчас в комментариях скажут зачем сделала кис 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 и ничего не дала здесь на каждом углу еда стоит и на каждом углу вода стоит причем свежая все здесь всегда стоит и чисто это тоже это девчонки это ночью была гроза ни разу не видела вчера был девочки дождь сильное вон сидя нифига себе милота милота вчера был сильный дождь ночью сегодня испарение идешь аж на глаза давка такая тяжело давление на глаза прям давка слона и сегодня опять мы сейчас когда туда ехали на машине на такси дождик немножко немножко покапал тяжело дышать все равно хотя на дмитриевна говорит что германия это же ветровки отдельно он божик а ты на каждом шагу прям сегодня они видно чувствуют прохладу да после дождя прохлада от асфальта пальма без головы зале видите на каждом углу еда там тоже видите вот еда и вот она такие малые лежит да везде у них стоит да 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 я сняла но здесь такой запах неприятный видно вот этот когда был этот фуар да он только убирает его че фуарчик он за праздник это видно позасыкали все потому что запах для мудро на они же выезжали собирали вещи вот эти вот стояли что большие лотки ваш увидели если мало еще не собрались а там фантачки водичка мы не видно а людей было как обычно люди никуда не выходили течение года и потом вот парк конечно шикарно иди медитируй я сиди на лавке на травке полежи поспи поешь музыка где-то слышно столько зелени прям вообще ноготочки мы назвали когда маленькие были делали из них юбку вставляли туда спичку и как будто на балу была принцесса играли не молодцы парк конечно такой содержать вход тогда был 20 лет человека людей было много люди хорошо денег потратили а я не знаю дети вы бесплатно ходили когда с бабушкой бабушка с не платила за тебя только на себя до 20 лир вход прям как под одну головку одного роста 20 лир мы платили когда заходили 20 ну да я же говорю интересно со семьи сколько да я вообще не пойму то можно залезть чисто обозрение посмотреть на город высоту я сама по себе люблю но туда я еще залезла вот на вот это вот смотрите ну вот эту . да а цепочка это уже не ну и вот сюда я бы пошла но мы тогда не зашли потому что там много людей там очередь такая была мама дорогая а здесь нам предложили за бесплатно я даже не залезла за бесплатного все о чем мы раз мелитополе шифером сели все я проклинала все что только можно один билет 75 давай 100 все равно круто когда в городе есть парк есть куда пойти здесь же получается не только карусель а вообще просто я живу на траву пошел лег летает один не два еще я попрыгаю улыбнул до маш ой какая шла распать хочется я там в комнате сейчас у татьяны дмитриевны спала но заснула уже под утро не знаю чем так хорошо было около окна этот гроза гремела дождь ветер был но у меня очень сильно прям или давление тоже решил прям вот влажность мышцы полежать одеты батут а вот он но на паровозике на таком еще вообще одно колесико тут для маленьких для маленьких наверно или его просто даже отогнали его надо ремонтируют да или что или все вот этот весь аттракцион такой маленький испарение идет идешь прям тело такое все закрыта закрыта был типа дождь билеты продали нам теперь вот область она в уголочке там попрыгает она его сейчас натянет а маша все для тебя и молодцы продали билет могли сказать билет верните вот тут не работают нет пошли звали человека девушка развязала фрукты раскрыла маски баку да у нас вы понятно сказали да вообще еще для одной маши будем звать с персонал маша будет развязывать там что-то очень люблю я не говорю что у нас у нас тоже есть очень классно но тысячи кюри дыре могла но блин здесь это другое отношение вообще как и как и конечно это беда что случилось ну расскажи это я не расскажу ой ребята 15 дней не сплю пропал ребенок у нас сторона дар бакира далеко очень это от нас неважно наша страна девочке восемь лет а вот убили ее и мешок перебили ноги задушили ее сделал это говорят что дядя с родным братом но проговорят что и в этом во всем где в этой завязаны все родственники все село родственное я не буду конечно этих людей сравнивать шахидами но это у шахидов такая фигня есть что они видят как казах воск поднимает а говорят все это это большой грех надо что-то сделать с этой козой закрыть ей жопу потому что она возбуждает но понимаешь да вот может там в том селе истребляют девочек которые доживают за 7 лет может они их насилуют а потом девочки уже все это запоминают говорят мы расскажем родителям или там кому-то еще и они их убивают не она говорит еще что в этой семье сейчас вообще даже семье семь лет назад ее сестра упала якобы с лестницы и разбилась такой бред село маленькое ребенок пропал днем и 15 дней спали а в течение часа это сто процентов это было там организовано мы в такси сейчас ехали такси из даже юля что ж он такое слушает а не говорит и уздюр дома на телефоне все следят за араб из мире возлюбила певица мелики которая посвятила песню девочки жалко ребенка я тоже выставлялась и жалко настолько я тоже извинялась перед ней за этот злой мир stories я вообще спать не могу голова болит слава богу и нашли причину понятно по которой и убили никто не знает это что-то вообще какой-то план блять я в шоке вообще а я сегодня на ту во-первых у турков это такая редкость а если это происходит то находят очень быстро те в основном это семьи какие-то неблагополучные там еще что-то еще что-то наши вот так ребята вообще ужас ужас у меня у машки восемь лет и я просто я вообще не знаю мне я боже мне так плохо я представляю как этот ребенок который только начал жить лишая жизни его родной дядя смотря в глаза или как это ужас если у меня смотрела в титоке попался обзорщик с германии и он тоже но тут рассказывал об этом деле не случайно в рекомендации попался и он говорит что это вы представляете я говорит что полиция даже не разбирая сразу 25 или 27 человек сразу всех забрали до разъяснения обстоятельств даже не спрашивали там виноват подозреваем все так просто все этом горит и он говорит что даже президент страны выступал и при грозе не ну потому что это что-то там у нас было там это что-то ненормально это село село родственников где уже вторая сестра важно это что-то там не то это ненормальная тема потому что ну это ненормальная тема понимаешь я понимаю никто там там беженцы там еще это лето диар-бакыр это тоже там серьезное город такой и вообще военных много там и я не знаю боже восемь лет это что что-то что-то что это же почему так или это у них как традиционно удачи по традициям приношения в жертву знаете или скорее всего насилует или что-то но я конечно сейчас идет выяснение да знаю там в этом селе кто там живет мне кажется и надо всех там детей у них у всех забрать отдать детей куда-то в другое место а всех этих посадить взрослых наше целое село родственников 15 не искали ребенка никто не знает что случилось а когда уже этапа парадах уже начали мама говорит тапочек не ее то есть мать родная не знает какие тапочки малой или что за бред ну как бы и вообще знаете когда горе я вот хоронила любимого человека ни одного ты говорить не можешь какое интервью блин ты не можешь мысли своей сложить ты не видишь ничего и не слышишь ты вообще ничего не понимаешь и не понимаешь ты в течение пару лет а первые две недели это вообще невозможно я ходила ножом вот так чесала мама у меня шоу тут у меня почему у меня камень на душе вред юля это он это его душа вот пройдет 40 дней улетит его душа на небо вот прошло ровно 40 дней и меня отпустила чисто вот тут отпустила боль чуть-чуть вот тут физическая какая-то боль была а то что душевная так я каждый день говорю своим сереже я поле леона аринате а люди которые ушли из жизни вообще молодыми и они не заслужили это а ребенок который 8 лет начали это не просто горе блять это вообще я не знаю как могла рука подняться ради чего ради чего можно не останавливаться я не знаю какая-то может вместе знаешь там но это кто разбирался там среди них какая-то может знаешь как бывает там но это об этой кровной месте это истекам типа не то они там друг друга будут там рот истреблять там в течение какого-то времени я не знаю я должна разобраться что это такое ощущение ненормально я здесь не вообще не боюсь и камеры на каждом углу мои маши меня знают и собаки и коты но это ненормально а ее знала всю силу эту девочку там маленькое какое-то слое небольшое село это как вот так вот так вот так вот этот фуар мне кажется вот так сколько там 400 и пока ее искали тоже вся страна наблюдала я говорю с германии обзорчик уже даже оттуда до туда дошла есть посмотрите обслуживающий персонал это или покупает косточки для щенка зубы чешутся одежда да он вообще сколько косточки у вас 200 лир нет 130 бак бери ал держи да пахнули а белая растет на дереве ряда не пахнет поняла пошло залива нет это не магнолия а да ну сейчас напишут в комментариях вот я рассмотрела вот этот был константин и дмитрина я увидите прекрасному тянутся но все такое засохшие а у него наверно видимо цветы посезонные типа то кактус подсвел то еще что-то мы когда шкушку садаса уезжали кактус который я снимала боже девочки как он расцвел еще-то я даже за камерой не полезла в сумку прям шикарный и кстати мне маша показала маша говорит посмотри на кактус тоже куча горшков видят цветов нема а спи девчонки у нее в комнате и охраняет если мимо проходишь ой вкусняшки мама принесла ой вкусняшки миша мамин где миша мамин миша мамин танцуй 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 голос миша танцуй танцуй мамин миша пошли танцевать пошел-пошел-пошел ой любимое наслаждение да это или покупает это пеленочки ему лежат на каждом углу пеленки тебе лежат такие дорога вот велосипед стоит который подарили полиция помните мы все поверили как лохи я вместе с вами поверила ну а что делать но я доверяю людям миша миша вкусно все девочки мы пришли домой помыть руки переодеться потому что погода такая что такое впечатление что там просто обливают водой тело шлипко